Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний наш видеообзор будет посвящен банкноте Советского Союза номиналом 10 рублей. Я думаю, она вам всем прекрасно известна, так как служила верой и правдой советским гражданам более 30 лет. Данная банкнота была введена в обращении после Хрущевской реформы 1961 года и была в обращении вплоть до развала Советского Союза. В 1991 году вышла обновленная банкнота, ее еще в народе прозвали Павловкой по фамилии печально известного министра финансов Советского Союза Валентина Павлова, который известен своей недолугой реформой, которая отняла у населения деньги и заставила его и население отнести оставшиеся деньги, которые хранились на руках, на книжки. Напомню, что он отменил 50 и 100 рублей образца 1961 года. Но вернемся к десятке. Эти две банкноты были довольно-таки большими деньгами в советское время. На них было действительно много чего можно было купить. На червонец можно было очень хорошо погулять в ресторане советском. Ну да и вообще это были очень солидные деньги. Я думаю, что каждый из вас запомнил массу всего интересного о том, что он покупал на эти деньги. И я думаю, что вы поделитесь с нами в комментариях, у кого какие воспоминания связаны с советским червонцем. Что касается стоимости данных банкнот на сегодняшнее время. Цена их весьма невелика, так как банкноты выпущены огромным тиражом и осталось данных купюр в населении очень много на руках, так как деньги из Советского Союза фактически были пропали с развалом страны. Цена их весьма символическая. 20-30 таких банкнот можно купить за 1 доллар США. Также, скажем так, банкноты эти не утилизировались, не перерабатывались на фабриках, так как делается это за границей. Просто есть многие подтвержденные случаи, что купюры целыми мешками брались и выкидывались в тайгу в ракетные шахты. И там они затоплялись водой. И сейчас поисковики находят данные банкноты там целыми мешками. И я даже постараюсь вам опубликовать видео в своем блоге, как это выглядит, как эти деньги целыми миллионами рублей вытаскивают с этих ракетных шахт. Если вам будет это интересно, ставьте лайки, если видео наберет достаточно лайков, я опубликую эту запись в своем блоге и дам ссылку под этим видео. Надеюсь, что вам был интересен наш видеообзор. Делитесь своими воспоминаниями, какими запомнился вам советский червонец. Я думаю, что все мы его прекрасно помним. И многие сожалеют о том, что сейчас на 10 рублей нельзя пожить так, как можно было на эти деньги пожить в Советском Союзе. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Мир Коллекционера в Ютюбе.